здравствуйте мои дорогие друзья мои любимые подписчики и случайные гости моего канала сегодня я сниму такое видео нет не по распаковке 2 посылки я решила что еще приборами не прошел все испытания надо конца его испытать и к моему удивлению ко мне когда прислали письмо что мы можем вам выслать на обзор один из двух приборов выберите я выбрала один из них а мне прислали два то есть которые предлагали второй прибор мне не нужен поэтому я хочу следующем видео если вы покажу его если он кому-то нужен напишите мне я его вам вышлю в подарок бесплатно своим подписчикам кто кому он будет нужен значит так видео сейчас не об этом так что подписывайтесь на мой канал оставайтесь со мной следите за мной видео сейчас я хочу рассказать вам в одной удивительной женщине как мы с ней познакомились мы познакомились с ней в ю тубе под моим видео о моей проблеме моей сниженной кислотности в моем желудке да я уже не знаю как это называть диагноза мой я уже не первый раз обговорю свои проблемы наверное что болит тут а то бы говорит да вот так она и есть диагноз у меня эрозивный антральный гастрит в общем ничего хорошего из 10 человек у кого гастрит у одного только будет именно такой как у меня это очень редкий гастрит очень тяжело поддающийся лечению я была у трех гастронтерологов каждый из трех назначал мне разные лечения и хелокебактер я лечила и кислотность у меня брали и в общем назначали разные препараты ничего не помогало становилось только хуже вот я же пила вот плантоглюцид а потом начала пить и овес потом вот этот раз торопшего и масло мне вот как-то как-то легче становилось но это нужно пить я не знаю за годами месяцами а в итоге проблема в чем вот этого гастрита что истончается слизистой в желудке и стенки желудка становится очень и уязвимы почему-то он эрозивной эрозии там до уязвимы они и ни один человек мне не рассказал о том что это заболевание смотреть в интернете читать это вы знаете каждый пишут все кто во что гораст и я просто даже не захожу потому что лишний раз боюсь что-то либо лишнее прочитать знаю лишь одно что это заболевание чревато незаметным образом может перейти очень легко в стадию онкологии поэтому нужно наблюдаться хотя бы два раза в год смотреть свой желудок конечно очень неприятная процедура это все засовывается шланг в два пальца я уже к ней знаете так к этой процедуре очень нормально отношусь легко ее переношу слушаю внимательно доктора как что он говорит что делать и мне как-то не сопли не слюни не вот этих вот рвотных рефлексов извините меня таких нет то есть чик чик так сузук привыкает это я привыкла а куда деваться то и вот хочу рассказать про эту женщину зовут ее наташа салова наташ я не знаю вы являетесь моей подписчице не являетесь потому что подписках я вас не вижу может вы просто моя зрительница я дам ссылку на это свое видео она была у меня бы давно уже выпущена про мою но про сниженую кислотность и я там делилась рассказал как я повышаю кислотность дать чем повышаю ему под этим видео у нас прямо с пересписка вот на протяжении за это месяц может и 2 и вот она мне все время спрашивала ситуация вы пробовали спросите доктора вот это вот это вам назначали а вот это вот этот то есть я чувствовал какой знаете со стороны заботу незнакомого человека абсолютно и это это как-то вот так вот ну вот но везет мне наверно хороших людей я не понимаю как почему ко мне прилипают хорошие люди и плохие тоже но они быстро отпадают не знаю почему и вот почему она ко мне прониклась этим и почему она искала там она и мне предлагала и то и то и то и в итоге нашла видео нашла гастроэнтеролога кстати волгограде у нас проблема с гастроэнтерологами как и с эндокринологами вообще отдельная тема мой газ мой эндокринолог меня знать как футбольный мячик отфутболил и все денюжки видимо денюжек мало давали все это вообще ткар про коррупцию общем молчу значит дала мне верни сама я нашла его в интернете доктор вялов сергей вялов у него есть можете его на и набрать он сразу на него выйти в несколько видео именно вот в этом видео про мой гастрит он там рассказывает именно от него я услышала что это так с чем его едят какой требуется это напрямую говорить никакого увлечения вам ничего не спасет либо вообще не ни в коем случае нельзя никем и прозолы пить вот эти вот динолы ничего это не поможет абсолютно ничего вам нужен препарат который восстанавливает слизистую и называет этот препарат это рибамипид или рибагид это чешский естественно препарат это не наши опять опять подчеркиваю это не наш препарат это чешский препарат который реально тут я тоже пью его опыт 3 третью на неделю начала или 2 или 2 вот наверно в понедельник сейчас сегодня воскресенье последний день выходных этих длинных до снимаю я видео а понять наружу будет 3 недели я реально почувствовала легче реально я спокойно могу употреблять пищу мне все казалось что меня от пищи там какой там что-то там да нет как он сказал что никакая диета абсолютно здесь вообще не нужна и не спасет вас никакая диет вопрос не будет получать витамины и все от тех продукт которые нужно есть так что вот так ребят наташ я очень тихо хочу просто ну как ну как я могу выразить вам свои признать не знать только через видео если вы подписчики вы увидите моё видео большое спасибо вам большое огромное спасибо что за вашу не знаю какую-то доброту какое-то внимание именно ко мне и вот с этой вот проблемой который я там выступил в этом видео вы мне помогли большое вам спасибо есть добрые люди есть добрые люди в ю тубе наверно больше чем в реальной жизни которые нас окружают совершенно незнакомые люди которые хотят помочь до подсказать может быть кто-то из врачей сейчас опять опровергнет там вот там всякие шарлатаны могут сидеть на ю тубе но не знаю но вот это помогло и здесь показания в нем написано восстановление слизистой ни один ни один говорю что ни один гастронтеролог мне не говорил про препарат про восстановление слизистой все врезу пейте подорожник сок подорожника и все и вот так вот от махи отмахиваются в общем а этот доктор живет в москве как она мне сказала что он на хорошем счету хороший гастронтеролог он молодой а молодые доктора мы знаем что они более какие-то продвинуты более какие-то ищущие какие-то новые методы лечения и все то есть работающие не по старинке да а я попадала думаешь о профессор да там то там доцент они у что-то там наверное лучше знать чем простых лечащих врачей нет профессора нас учаток студентов лечить они видите наверное не могут хотя бы знаю по идее знать должны больше да это я шучу не обращать внимание вот вид об этом мое сегодняшнее видео наташа стала большое спасибо вам большое благодарность вам громадной от меня вот так вот я хочу вас подарить на весь youtube чтобы знали что есть хорошие отзывчивые люди спасибо что смотрели меня спасибо что были со мной не забывайте подписываться на мой канал ставить лайки с вами была сегодня ваша света если мы и обязательно дам я вас ссылочку на это видео о моей проблем пусть многие из вас кто-то увидит может быть может поможет может там у него у видео есть какие-то ну проблемы другие не как по моему заболевание услышу посмотрите да может какие-то рекомендации подчеркнуть от этого доктора но у него я говорю у него очень маленький такой канал мало видео и мало подписчиков но это ни о чем не значит они говорят о том что он какой-то шарлатан или еще что-то да это говорит о том что человек занятой и чек за не сидит на своем месте и занимается лечить людей прочего и лечить людей помогает облегчить состояние людей таких как я чуть-чуть куку да просто я устала ребят уже устала мучая уже я не могу съесть хочу я не могу там выпить что я хочу даже кисло я не могу ничего того хочется иногда прям утром апельсин есть я не могу в общем вот так вот но вы меня поняли да все пока